Добрый вечер всем! Мы с вами на связи Виктория Нинокампуса. Мы сегодня с вами встречаемся в таком необычном формате. У нас были накладки с аудиторией, поэтому вещаем дистанционно. И сегодня мы будем продолжать тему, затронутую в одной из наших предыдущих лекций. Валерий Мун рассказывал нам про развитие мозга. И сегодня будет логическое продолжение нашей предыдущей лекции. Валер, передаю тебе слово. Спасибо. Итак, сегодня мы действительно продолжим тему предыдущей лекции. А именно развитие мозга и формирование коры головного мозга. В ходе прошлой лекции мы особый упор сделали на пролиферацию клеток, которые формируют кору головного мозга. В ходе второй половины лекции мы разберем механизмы, которые обеспечивают миграцию нейронов в кору головного мозга. Итак, для начала, тем не менее, повторим все, что мы посмотрели на предыдущей лекции. Итак, формирование центральной нервной системы начинается с всем известного процесса нейруляции, который сейчас изображен на слайде. Нервная пластинка сворачивается через нижнюю шарнирную точку и две латеральные, тем самым превращаясь в нервную трубку. При этом стоит помнить достаточно нетривиальный момент, что базальная поверхность нейроэпителия будет ближе к нейроэпителия будет ближе к нейроэпителия или к желудочкам в головном мозге. Дальше нервная трубка превращается в три мозговых пузыря, передний, средний и задний, а дальнейшая метка и дифференцировка этих структур приводит к образованию стадий под названием пять мозговых пузырей. Конкретно сейчас мы сосредоточимся на теленцефалоне или на конечном мозге. Крайне интересно, что в ряду позвоночных животных сохраняется гомология отделов мозга, что позволяет нам рассуждать об эволюции той или иной структуры. Для формирования мозга крайне важен процесс дифференцировки. И важно понимать, что стволовые клетки, которые формируют мозг, претерпевают два взаимоисключающих процесса. Стволовой клетке для того, чтобы превратиться в дифференцированный нейрон, необходимо изменять структуру своей клетки, приобретать новые свойства, то есть дифференцироваться. При этом клетка в то же время теряет способность, теряет свои потенции, теряет способность производить большое разнообразие потомков. Эти два взаимоисключающих процесса постоянно находятся в неком балансе. Терминально дифференцированная клетка может выполнять множество функций, она специализирована, но при этом не способна к делению. Итак, первыми нейральными стволами клетками является нейроэпителий нервной пластинки или нервной трубки. Данные клетки называются клетками радиальной глии и они изначально формируют всю нервную трубку, то есть радиальная глия или ее второе название бриональная пендима, клетки, которые дают начало нейронам и глии центральной нервной системы. Данные клетки пролиферируют и от них отделяются промежуточные предшественники, которые заселяют промежуточную зону. Причем важно отметить, что радиальная глия является универсальной стволовой клеткой для нервной системы и она дает начало как нейрональным предшественникам, так и глиальным предшественникам, которые из зоны деления, а зона деления называется вентрикулярной зоной, которая ближе к желудочкам, ближе к невроцелю, выселяются в более маргинальную область через промежуточную зону. В дальнейшем подобная пролиферация, дифференцировка клеток и инфекция приведет к формированию коры головного мозга и к формированию шестислойного неокортекса. Однако, как данный процесс осуществляет, как происходит поддержание баланса между дифференцировкой и самоподдержанием клеток радиальной глии? Считается, что в простом случае распределение между дифференцировкой и самоподдержанием определяется плоскостью деления радиальной глии. Если клетка радиальной глии делится горизонтально, то есть у дочерних клеток сохраняется опекальная поверхность материнской, то есть опекальная поверхность делится пополам, то клетка материнской радиальной глии даст начало двум стволовым клеткам. Если же деление идет вертикально, опекальная поверхность достается одному из потомков, то формируется одна клетка радиальной глии, вторая клетка уходит в дифференцировку. Подобный механизм может объяснить и дает возможность вариации баланса между самоподдержанием, пролиферацией и дифференцировкой. Благодаря такому описанному выше механизму клетка радиальной глии может заниматься как самоподдержанием, может дать начало радиальной клетке радиальной глии промежуточному предшественнику, дифференцированный нейрон может сформироваться напрямую из радиальной глии. И подобная вариация возможностей позволяет нормально развиваться головному мозгу. При этом, как в ходе прошлой лекции мы разбирали, головной мозг развивается по-разному. Кора головного мозга может быть разной мощностью, содержать разное количество клеток. И чем более продвинута животное, тем кора у него сильнее развита. Ярким примером могут являться лисенцифалические виды с гладкой корой, гиренцифалические виды, у которых кора с извилиной. Для того, чтобы сформировать мощный слой коры головного мозга, необходимо сформировать достаточно большое количество стволовых клеток. Однако, мы уже с вами разбирали, что пролиферация может происходить только в одном регионе. Деление радиальной глии в вентрикулярной зоне, в зоне, прилежащей к желудочкам. И данная область весьма мала, она находится в центре мозга и достаточно ограничена. Поэтому в ходе морфогеназа нашелся выход. Появляется вторая группа стволовых клеток. Что интересно, данные клетки встречаются у всех изученных видов амниот. То есть, у млекопитающих, у птиц, у рептилий были обнаружены, помимо классических клеток радиальной глии, которые касаются как базальной поверхности, так и опекальной поверхности, еще и клетки, которые называются базальной радиальной глии. На слайде они обозначены зеленым цветом на правой части. Данные клетки являются потомками опекальной радиальной глии. Но они смещаются в базальную сторону, теряют контакт с желудочками, но, тем не менее, сохраняют за собой функции стволовости. Повторюсь еще раз, данные клетки, похоже, представлены у всех амниот. Однако, у геренцифалических видов данные клетки выделяются в отдельный слой. Во внешний слой субвентрикулярной зоны. Зоны над желудочковой зоной. В которой происходит дополнительная клеточная пролиферация. То есть, набирается дополнительный массив для формирования мощной коры головного мозга. Возможно, именно этот механизм и объясняет различия в строениях дорсального палиума, который формирует кору головного мозга в эволюционном ряду позвоночных. Если мы вспомним предыдущую лекцию, то мы разбирали, что субвентрикулярная зона представлена и у птиц, и у млекопитающих. Однако, у птиц данная зона присуща больше субпаляльным структурам, то есть более вентральным структурам конечного мозга. У млекопитающих же субвентрикулярная зона располагается как на вентральных частях, так и на дорсальных частях головного мозга. Тем самым способствуя большему развитию структур дорсального палиума. Однако только ли от пролиферации зависит мощность коры головного мозга или ее гомологов у амниот? На самом деле не только из-за этого. Во-первых, в формировании какой-либо структуры недостаточно просто накопить большое количество клеток. Эти клетки еще необходимо правильно доставить. Поэтому миграция является еще одним ключевым пунктом для морфогенеза любого уровня и такой структуры, как неокортекс млекопитающих, ну и в целом развитие головного мозга. И первым примером миграции является радиальная миграция клетки, отделяясь от своего предшественника, то есть промежуточные предшественники, отделясь от радиальной глии, садятся на ее отростки и мигрируют вдоль отростков радиальной глии в сторону базального полюса нейроэпителия. То есть наверх, если говорить просто. Причем эта миграция действительно происходит непосредственно по отросткам радиальной глии. Как было показано еще в 60-е и 70-е годы, путем анализа на электронном микроскопе срезов клеток радиальной глии, действительно, потомки нейробласты, потомки радиальной глии, непосредственно оплетают отростки радиальной глии и по ним мигрируют. Это очень тупотливая работа по ручной реконструкции, по срезам электронной микроскопии. 3D-реконструкция данного процесса. Кроме того, необходимы дополнительные структуры для правильной организации радиальной миграции. И этими структурами являются на начальных этапах развитие препластинка, которая является переходной структурой. Дальше исчезает и превращается в два клетки Кахаля-Рецуса, которые будут находиться в верхнем слое неокортекса, и слой нейронов субпластинки, которые будут подстилать развивающийся неокортекс, обеспечивая его правильное формирование. Клетки Кахаля-Рецуса работают следующим образом. Они выселяются в первый слой неокортекса, ближе к маргинальной зоне, и начинают синтезировать релин. Релин действует следующим образом. Он как аттрактант приманивает к себе нейробласты, дифференцирующиеся нейроны. Но в какой-то момент, когда будущий нейрон подползает слишком близко по отросткам радиальной клеткам Кахаля-Рецуса, релин действует обратным образом, заставляя нейрон прекратить миграцию и осесть в нужном слое. Благодаря подобному механизму, неокортекс млекопитающих развивается как строящееся здание. Самые ранние слои остаются снизу, за исключением клеток Кахаля-Рецуса. А следующие слои нарастают на предыдущий слой. Над первым этажом настраивается второй, над вторым настраивается третий и так далее. Оформирование шестислойного неокортекса. Данный слайд демонстрирует как раз процесс развития коры головного мозга. Первый слой, который заселяется клетками Кахаля-Рецуса, является исключением. Он формируется первым и будет на самой верхней части коры головного мозга. При этом все последующие слои образуются, как я и рассказал, как строящееся здание. Шестой слой образуется первым и остается в самых нижних слоях коры головного мозга. Пятый слой настраивается над ним, четвертый и так далее. При этом нарушения, связанные с клетками Кахаля-Рецуса, обуславливаются и нарушением строения коры головного мозга. Вторым фактором, который необходим для нормального развития коры головного мозга, является субпластинка. Субпластинка действует следующим образом. Во-первых, это структура, которая обеспечивает правильное прорастание таламокортикальных афферентов. То есть они направляются при помощи нейронов субпластинки, а дальше депонируются в слой субпластинки, ожидая формирования неокортекса для последующей инвазии. Вторым свойством субпластинки является переключение клеток предшественников нейрона, мультиполярных нейронов, в состояние биполярных нейронов, после чего они начинают мигрировать по градиенту релина от клеток Кахаля-Рецуса. Таким образом, субпластинка тоже является ключевой фигурой для радиальной миграции. И, соответственно, нарушение в формировании слоя субпластинки также приводит к нарушению нормального слоистого строения коры головного мозга. Но, на самом деле, кора головного мозга – слишком сложная структура, и содержащая слишком многообразие нейронов для того, чтобы формироваться из одного места локализации. Если мы посмотрим на конечный мозг, он состоит из двух структур. Из более дарсальной поляльной структуры, и из более вентральной субпалеальной части. Причем интересно, что изначально понимание палеума и субпалеума различалось у млекопитающих и заурапсидов, в частности, у птиц. У птиц раньше считалось, что к палеуму относится только дарсальная часть конечного мозга, отмеченная бежевым цветом на слайде. При этом все ниже лежащая относилась к субпалеума, в то время как поляльные структуры млекопитающих считались гораздо более развитыми. На данный момент данная классификация немножко пересмотрена, и считается, что поляльные структуры у птиц сопоставимы по относительному размеру с поляльными структурами у млекопитающих. Однако, существуют тонкие различия в региональной организации именно поляльных структур. У млекопитающих самой развитой является дарсальная часть коры головного мозга, как мы видим на верхней правой картинке. Дарсальная часть палеума – дарсальный палеум. При этом у заурапсиси дарсальный палеум обладает меньшим относительным размером, а самая крупная часть – это вентральный палеум. Подобная региональная организация может объясняться внутренним различием в экспрессии тех или иных факторов непосредственно в вентральном палеуме, медиальном палеуме или дарсальном палеуме. Считается, что у заурапсид меньше экспрессия венте и BMP в структурах дарсального и медиального палеума по сравнению с млекопитающими. Поэтому у млекопитающих данной структуры могут быть больше. А при этом вентральные структуры обладают большей экспрессией своих маркеров у заурапсид, чем у млекопитающих. При этом, несмотря на тонкие различия в региональной организации структур палеума, по-видимому, у предка было такое же разбиение на медиальный, дарсальный и латеральный вентральный палеум. Еще одним объяснением того, почему млекопитающий у млекопитающих больше, а у заурапсид больше вентральная часть относительного размера вентрального палеума является экспрессия ДБХ1. Это ген, который обеспечивает быструю дифференцировку нейрональных предшественников, что может объяснить сдвиг в сторону пролиферации у заурапсид и сокращением относительного размера вентрального палеума у млекопитающих. Однако, в формировании структур дарсального палеума принимает участие не только сама структура. Не все нейроны дарсального палеума, не все нейроны коры головного мозга формируются в желудочковой зоне головного мозга. Роль в данном процессе принимают как палеальные, так и субпалеальные структуры. И здесь уже начинаются отличия в ряду амниот. О них мы будем дальше говорить. Итак, данное отличие, как я говорил в самом начале, с миграцией. И мы переходим к новому термину – тенгенциальная миграция. Итак, во-первых, в развитии того или иного домена палеума участвует не только сам домен, но и его соседи. Посредством морфогенов, то есть сигнальные центры в различных частях палеальных структур могут влиять на, к примеру, дарсальный палеум, обеспечивая дарсализующие, вентрализующие либо кранилизующие эффекты, тем самым изменяя разметку структур дарсального палеума. Однако о морфогенах мы уже говорили в ходе прошлой лекции. А сейчас я обещал сосредоточиться именно на миграции. И о ней мы будем говорить. Второй фактор, который позволяет влиять структурам вентрального или латерального палеума, или вообще субпалеума, самых вентральных частей конечного мозга на развитие коры, это тангенциальная миграция. Тангенциальная миграция – это миграция параллельно поверхности мозга. На самом деле, любая миграция начинается с радиальной миграции. То есть клетка должна выйти из своей зоны, отделиться от своего предшественника и начать радиально мигрировать в сторону базальной поверхности. Однако дальше, в ходе тангенциальной миграции, клетка разворачивается и начинает идти параллельно поверхности мозга. Однако, если тангенциальной миграции нет, то развитие мозга продолжится. Формирование, продолжится радиальная миграция, и тем не менее, слои коры головного мозга начнут формироваться. Однако, тангенциальная миграция необходима для встраивания дополнительных нейронов. Если упрощать, то возбуждающие нейроны, которые используют глутамат в качестве медиатора, вылукают именно из желудочковой зоны дорсального палиума и начинают мигрировать радиально, заселяясь в кругу головного мозга. При этом, более мелкие тормозные нейроны, гаммкергические, возникают в структурах субпалиума и как раз таки заселяют в кругу головного мозга путем тангенциальной миграции. При помощи радиальной миграции мигрируют возбуждающие нейроны, при помощи тангенциальной миграции параллельно поверхности мозга мигрируют интернейроны из областей субпалиума. Если забежать чуть назад, то головной мозг формирует следующий момент. Нервная пластинка размечается на антериорный и пастериорный конец, либо головной и хвостовой, если говорить чуть проще, при помощи сигналов ВНТ, РГФ, которые обеспечивают каудализирующий эффект, и антагонистов Церберус и Дикопф, которые не дают антериорному краю становиться хвостовым и обеспечивают краниализирующий эффект. При этом отделение теленцефалной или конечного мозга обеспечивается при помощи ТЛС, который позволяет разделить передний мозг на два пузыря, конечный мозг и средний мозг. Данный марфоген также является антагонистом ВНТ. Так вот, в сформировавшемся конечном мозге для начала необходимо провести еще и дорсо-вентральную разметку. Необходимо дать клеткам понять, какая часть будет самая дорсальная, палеальная часть, какая часть будет находиться снизу, более висцеральная или субпалеальная часть, что позволит дальнейшую разметку на дорсальный палеум, латеральный палеум, вентральный палеум и субъединиться субпалеальных структур. Одним из механизмов подобной разметки является разметка при помощи марфогенов ГЛИ из Sonic Hedgehog. Самые дорсальные части будут находиться в области максимальной концентрации ГЛИ, более вентральной части будут находиться в области действия Sonic Hedgehog. Тем самым произойдет формирование субпалеальных структур, которые будут разделяться на две области. На область латеральную, которая ближе к боковой части мозга, латеральный ганглионарный бугорок, и часть, которая будет ближе к срединной линии, медиальный ганглионарный бугорок. Почему они называются бугорками, поймем чуть позже. Итак, у нас получилось разбить мозг на более дорсальные и более вентральные части. Благодаря этому формируются раздельные пролиферативные зоны субпалеальных структур. В данных областях идет активная клеточная пролиферация, которая в комплексе с морфогенетическими движениями обеспечивает формирование структур в виде бугорков. В данной области начинают выпирать в полость желудочка. Приближая... Ну да, начинают выпирать в полость желудочка. Однако бугорки – это переходная структура. Дальнейшие морфогенетические движения приведут к тому, что бугорков как таковых не станут. Они прижмутся к противоположной стенке желудочка и не будут анатомически идентифицированы. Поэтому это и есть переходная структура, которая лучше всего видна на 12-13 сутки. Причем в конечном мозге есть и дополнительные пролиферативные зоны. Если мы видим латеральный и медианальный ганглионарный бугорок, это не значит, что только они присутствуют. Это срез через более 1 часть конечного мозга. В более пастериорной части находится место слияния латерального и медиального бугорков, которое называется каудальный бугорок. Каудальный ганглионарный бугорок. Плюс еще вентральнее находится передняя, передняя – это энтерпендокулярная область, которая находится в самой медиальной части. Так вот, сформировав эти дискретные пролиферативные зоны, мы можем посмотреть, в какие области происходит миграция. Из этих областей происходит тангенциальная миграция, отмеченная зелеными стрелками. Это мигрирующие интернейроны в кору головного мозга. При этом желтым цветом показаны нейроны, мигрирующие в обвинительную луковицу. И часть зонов субпалиума формируют базальные зоны. Как мы увидели на парасагитальном срезе, мозга мыши на 15-й сутки развития. Напомню, что мышь развивается порядка 18 дней. То есть это достаточно финальная стадия развития мозга. Если мы посмотрим на временное распределение процессов развития структур ганглионарных бугорков, то мы увидим, что на 12-й сутки, как я и говорил, бугорки не обозначены. Еще не накопилось достаточное количество покровов, чтобы бугорки стали бугорками. Начали непосредственно быть вдавленными в желудочко. Однако, характеризующие данные области уже присутствуют. К 13-м суткам ганглионарные бугорки начинают оправдывать свое название, выпячиваются в просвет желудочка, и из них начинается активная миграция. К 16-м суткам бугорки вновь перестает быть бугорками. Они прижимаются к противоположной стенке желудочка, но тем не менее, миграция пролиферации в их области, миграция нейронов продолжается. И во взрослом мозге мы видим, что производные тех или иных субполиальных структур достаточно сильно перемешаны. Если смотреть на разметку пролиферативных зон области стволовых клеток, то она сохраняет свою разметку на латеральные, медиальные бугорки, но при этом клетки, мигрировавшие более базально в сторону оболочек мозга, начинают перемешиваться из-за миграции радиальной и тангенциальной. Как происходит миграция? Миграция интернейронов происходит постепенно. На самых ранних этапах активизируется медиальный ганглионарный бугорок, и интернейроны начинают мигрировать из него в сторону неокортекса. Причем миграция идет по внешнему пути. Пунктиром обозначена область будущего стриатума, полосатого тела. Так вот, интернейроны обходят его с внешней стороны, заселяя неокортекс. На 13,5 сутки активируется внутренний путь миграции, как показано синими стрелочками. Нейроны начинают мигрировать по более внутреннему пути, опять-таки, обегая, огибая область стриатума. Повторюсь, миграция происходит все еще из медиального бугорка. И на более поздних сроках, 15-м суткам, начинается миграция уже из области латерального бугорка, заселяющего кортекс. Для того, чтобы клетки не потерялись в ходе миграции, необходима система маяков и дорожных знаков, которые будут непосредственно направлять мигрирующие нейроны. И к этим маякам или знакам, называть можно по-разному, относятся хемоатрактанты, вещества, которые притягивают к себе мигрирующие нейроны, и репульсанты или вещества, которые наоборот будут препятствовать миграции в их сторону нейронов, отталкивать. К хемоатрактантам относятся вещества, в том числе нейргулины. Они экспрессируются в неокортексе и приманивают к себе мигрирующие нейроны. Но некоторые нейроны не должны попасть в некоторые области. К примеру, нейроны из медиального бугорка не должны осесть в латеральном или не должны осесть в стриатуме, если это не необходимо. Поэтому существуют вещества, которые отталкивают мигрирующие нейроны. К ним относятся семафорины. Так вот, комбинация веществ, притягивающих нейроны, и отталкивающих нейроны, как раз таки и позволяет нейронам добраться до места своего положения, преодолеть огромный путь поверхности мозга, а данная миграция в разы больше, чем путь, который преодолевают нейроны в ходе радиальной миграции. Соответственно, и система наведения должна быть более совершенной и сложной. Состоит из приманивающих молекул и отталкивающих. При этом, часть клеток, производных медиального ганглионарного бугорка, тем не менее, должны сформировать и полосатое тело. А часть должна заселиться в развивающуюся кору головного мозга. Таким образом, возможно, данное поведение клеток. Во-первых, полосатое тело экспрессируют семафорины. Это как раз область, которая отталкивает от себя развивающийся, мигрирующий нейрон. Таким же образом, часть нейронов все-таки заселяют область триатума. Ответ достаточно прост. Если нет рецептора к семафоринам, то его воздействие будет выключено. Так вот, из медиального ганглионарного бугорка появляется несколько типов нейронов. Часть из них будет заселять кору головного мозга, часть из них будет заселять триатум. При этом, пролиферативные зоны ганглионарных бугорков не отличаются от пролиферативных зон коры головного мозга. Также присутствуют клетки радиальной глии, которые являются стволовостниками. Также идет их дифференцировка. Причем радиальная глия также присутствует в двух ипостасях. Самая пекальная пекальная радиальная глия и более базальная, которая не касается желудочка, базальная радиальная глия, между которыми есть переходные состояния. Это промежуточные предшественники, которые подвергаются терминальной дифференцировке. Для того, чтобы внутри структур субпалюма сформировалось достаточное количество и разнообразие нейронов, структуру субпалюма аналогично к коре головного мозга подвергаются внутренней разметке за счет экспрессии тех или иных транскрипциров. Данная разметка достаточно сложная. Ее примерная версия представлена на слайде. Комбинация тех или иных факторов позволяет формироваться разным нейронам. Однако, повторюсь, даже самая сложная разметка, даже самая сложная схема дифференцировки тех или иных типов нейронов слишком сложна и громоздка для того, чтобы внутри коры головного мозга формировать все необходимое разнообразие нейронов. Нейроны подвергаются тангенциальной миграции. А в контексте влекопитающих тангенциальная миграция происходит не только из субпалюма, не только из самых вентральных структур. Но и сами структуры палиума латеральный, вентральный, медиальный проявляют тангенциальную миграцию. Их потомки также тангенциально мигрируют. Например, тангенциальной миграцией мигрируют клетки Кахаля-Рециуса, о которых я говорил ранее, и клетки субпластинки. Данные нейроны мигрируют из структур на границе палиума и субпалиума, либо из растральной, либо каудальной телецфалической стенок, то есть из структур, не всегда принадлежащих к дорсальному палиуму. Тем самым тангенциальная миграция внутри полиальных структур обеспечивает нормальное развитие неокортекса млекопитающих. Однако, если мы посмотрим на зауропсид, то подобной картины мы не увидим. У млекопитающих, как показано на схеме, миграция происходит как из структур субпалиума в дорсальный палиум, из вентрального палиума нейроны мигрируют в дорсальный палиум, из более каудальных, из более краниальных структур дорсального палиума нейроны тоже мигрируют. Однако у курицы и у других зауропсид долгое время был поиск тангенциально мигрирующих нейронов внутри полиальных структур. Но в конечном итоге отслеживание клеточных линий показалось, что нет тангенциальной миграции внутри полиальных структур у зауропсид нет. Только миграции из субпалиума интернейронов. Данное драматическое различие может объяснять различия в относительных размерах дорсального палиума у зауропсид и млекопитающих. У зауропсид, повторюсь, только радиальная миграция, по крайней мере на данный момент. в связи с этим не наблюдается миграция клеток ахолерециуса, гомологов в субпластинке. стать механизмом, по которому наблюдается еще одно драматичное развитие в развитии структур дорсального палиума млекопитающих из ауропсид. Если мы говорим про млекопитающих, то у них неокортекс развивается, как я говорил, подобно зданию. Первые этажи закладываются первыми, а самые верхние слои закладываются последними. У зауропсид механизм закладки дорсального палиума инвертирован. Но, если говорить корректнее, у млекопитающих инвертирован по зауропсидам. Но, тем не менее, у зауропсид идет формирование сначала верхних слоев, следующие потомки оседают ниже и ниже. То есть, формирование слоев инвертировано по отношению к млекопитающим. На этом все. Спасибо за внимание. Готов ответить на ваши вопросы. Спасибо большое, Валера. Если кто-то хочет, может еще написать вопросы в общий чат, а я пока эгоистично задам свой вопрос. А кто-то изучал, как происходит развитие мозга у круговоротов? Вроде как тоже позвоночный, да? Да. К сожалению, конкретно этой областью я не интересовался. Будь мой интерес был вокруг амниот, касательно круговорота, к сожалению, не могу ответить. А, ну, Жаль, ну, ладно, у меня еще есть один вопрос, наверное, очень такой, глупый вопрос. А когда выращивают органоиды, там в целом есть какие-то похожие процессы? На то, что ты сегодня рассказал. Да, точно так же можно производить, например, делать ассамблеи из сфероидов, допустим, паллиума и субпаллиума, и также будут наблюдаться процессы миграции нейронов и структуры, схожие с миграцией внутри нормально развивающегося мозга. Такие базовые принципы, да, будут сохраняться. Для этого нужно вне что-то добавлять, какие-то ростовые молекулы, да? Ну, естественно, да, для формирования, для того, чтобы нормально воспроизвести этот процесс, нужно их максимально точно скопировать. К сожалению, я не совсем специалист именно в органоидах. Поэтому отвечают такие базовые общие принципы. Хорошо, тут вот кто-то никак не допечатает вопрос, сейчас подождем секундочку. А то есть вообще вот про рыб ты особо не шаешь, да? Ну, к сожалению, если говорить прямо на таком уровне, ага, понятно. А вот расскажите подробнее про гены DBX1. конкретно с ним были исследования, если эктопически увеличить его экспрессию, допустим, в структурах вентрального палиума у птиц, на птицах были исследования, то у них предшественники быстрее уходили в дифференцировку, проходило меньше раундов клеточных делений и структуры вентрального палиума становились меньше относительно остальных структур. То есть клетки быстрее уходили в дифференцировку. Спасибо большое. Я так понимаю, что больше вопросов нет. Тогда, Валер, спасибо тебе огромное, что ты еще вторую лекцию прочитал. Теперь, я думаю, у нас есть распоряжение такой мини-курс лекций по развитию мозга о высших позвоночных. Спасибо всем, кто к нам присоединился. Спасибо в пути этой инженерии биоанформатики, которая обеспечила нас этой платформой для экстренного проведения лекции. Запись лекции будет доступна и выложена в соцсетях как обычно. Всем хорошо. Спасибо большое за внимание. До свидания. Всем пока.